Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телеканал Архейс 24 очередной выпуск поэтической программы стихи. Сегодня у нас в гостях молодой, юный, но при этом с активной гражданской позицией. У нас сегодня в гостях Борис Альканов. Здравствуйте! Будем в процессе беседы раскрывать его получше. Вообще, я познакомился с Борисом на таком поэтическом мероприятии, поэтический вечер, организованный нашими замечательными друзьями сиреневого салона, в особенности Шахриза Богатырева, нашего такого поэтического двигателя. И вот мы познакомились с Борисом, он прочитал несколько произведений, и я решил, что непременно надо пригласить его в нашу студию, чтобы он поделился с нами своими идеями, своими мыслями, ну и, конечно же, в конце прочитал для нас произведения наших великих классиков. Борис, первый вопрос. Вот у тебя, несмотря на юный возраст, огромное количество разных направлений, которые ты сейчас охватываешь, я знаю, что у тебя много амбиций, целей. Чем ты сейчас занимаешься в данный момент? В данный момент я являюсь первым в Карачао-Черкесии амбассадором от фонда «Живая классика». Моей обязанностью входит продвижение чтения среди молодежи, а также проведение мероприятий. Мероприятий какой направленности? Литературных, получается? Ну да. Так, ну вот насчет чтения, тогда сразу вопрос. Как ты считаешь, почему важно прививать молодому поколению, ребятам, любовь к чтению? Лично мне скорее интерес, потому что читая, ты окунаешься в саму историю, и тебе становится интересно, что будет дальше, как дальше повернет сюжет. Да и к тому же литература нужна для повышения грамотности. Ну, чтобы не разговаривать на всех этих американских сленгах или так далее, а грамотно выражать свою речь. Ты помнишь самую первую книгу, которую ты прочитал, и которая у тебя вызвала вот этот интерес? Есть одна, но она вряд ли первая. Так. Думаю, книга Санта-Экзюпери «Маленький принц». Ух ты, классно. Ну а теперь мы переходим к такому очень интересному событию в твоей жизни. Ты уже затронул тему, что ты являешься амбассадором «Живой классики», но давай затронем тему твоего участия в вот этом конкурсе, который проходил в нашей республике, и ты стал его победителем. Вот расскажи нам об этом. Ну вот изначально в школе нам сказали то, что идет набор участников на конкурс «Живая классика». Конкурс юных счетцов, конкурс поэзии. В общем, нужно выучить определенное произведение или отрывок из него. Так. После, пройдя два этапа, получается, школьный и муниципальный, я попал на региональный. Там, конечно, было с кем посоревноваться, было много достойных. Но по итогам победил все-таки я. Ну и получил возможность поехать в «Артек». Ты попадаешь в «Артек». Расскажи нам про «Артек», как там все происходило, какие у тебя впечатления остались и вообще, какие мероприятия там тебя ждали, какие открытия. Ой, а вот тут вот можно разойтись. Рассказывай смело, у нас эфира много. Давай. Хорошо. Давай. Вообще, в начале, конечно, было неожиданно. Да, я понимал то, что есть возможность победить, но то, что получится в «Артек» поехать, это уже было необычно, если можно так выразиться. В самом «Артек», ну да, в «Артеке» изначально распределили нас по лагерям. Ну, как сказать, нас. Всех членцов «Живой классики» и всех регионов именно направили в Лазурны, большинство. Ну, и я тоже оказался там. И дальше меня ждал. С одной стороны, долгий путь, три недели, 21 день, но пролетели они слишком незаметно. Каждый день было что-то новое. В один день мы идем в театр, в другой день участвуем в различных соревнованиях. Третий день даже организовали множественный кружок, если так можно назвать, когда было множество кружков, ну, в прямом смысле, на территории Лазурного. И мы могли посетить любой. От гончарного мастерства... Очень здорово. ...до информационных технологий. Также немаловажное, что получилось сделать, это выступить на «Артек-арене». Да, конечно, не в качестве чтеца, а в качестве участника хора. Но главное в том, что я выступил на «Артек-арене». И эти ощущения я не могу передать. Вот делайте, что хотите, но не могу. Это необычно. Вот когда ты стоишь на сцене, вокруг горят огни, тысяча людей сидят и смотрят на тебя. Это необыкновенно. Здесь хочется немного вернуться к началу, к истокам. Я считаю, что у любого творческого человека, вообще у любого человека, который выбирает в жизни определенный путь, на него оказывает влияние кто-то. То есть этот выбор происходит под влиянием чего-то или кого-то. Кто тебя все-таки вдохновил на вот этот путь литературы, путь чтения, декламирования стихов? Вообще вот, ну кто, на твой взгляд, является твоим вдохновителем? На мой взгляд, ну, прежде всего, это моя мама. Ну, как без этого? А также учительница театрального искусства Степанова Надежда Николаевна. Именно она привела мне любовь к театру, к поэзии. А также хотел бы поблагодарить своих классных руководителей, Эльканову Светлану Магометовну и Аминату Сламовну. И, дайте, учителя русского языка Ларису Ахмедовну. Как-никак, именно она занималась со мной живой классикой. И благодаря ей я и узнал об этом конкурсе. Театр-то затронул. Да. Я знаю, что театр – это еще одно такое направление, которое тебя очень интересует, куда ты стремишься. Вот расскажи об этом, каким бы ты хотел бы видеть себя вот в этой театральной сфере. Какие твои мечты? Ну, вопрос интересный, потому что изначально-то я и хотел стать актером. Уже потом переключился на ведущего, журналиста. Ну, в общем, кем бы я хотел себя видеть театрально? Да. Актером? Ну, вот, хотелось бы мне, конечно, и ставить, но я, увы, не сценарист, не режиссер. Да, я могу что-то поставить, какую-то постановку, но скорее еще не дорос до этого. Все впереди, Борис. Да. Я почему-то не сомневаюсь, что у тебя появятся новые направления, новые интересы, потому что такие люди, они действительно очень активны, ищут всегда что-то новое, чему-то учатся. Поэтому дай бог, чтобы мы увидели у нас, да тоже не то, что у нас, на московских театральных подмостках спектакль по пьесе Бориса Эльканова, режиссера Бориса Эльканова в главных ролях Бориса Эльканова. Я был бы очень рад, и я бы, глядя на этот спектакль в зале, я бы вспоминал бы вот сегодняшний день, что мы сегодня, вот первый раз вот так ты на телевидение пришел, мы с тобой пообщались, познакомились, и у тебя вот такое большое, огромное, светлое будущее. Так, при выборе произведений для чтения, для декламирования на сцене, каким произведениям ты больше отдаешь предпочтение? Предпочтение больше, ну, скорее комедием, чем трагическим произведением. Комедийно больше, ближе, да? Ну да, но и часто бывает то, что и трагически рассказываю. Так, интересно. Так, ну а раз ты действительно так тесно соприкасаешься с миром литературы и искусства, такой вопрос, не пробовал ли ты сам что-то написать, или стихи, или проз? Нет. Признайся, пока нет. Нет, да, иногда может какое-то такое мимолетное вдохновение прийти, когда ты начинаешь просто на ходу что-то сочинять, но пока нет. Ни проз, ни стихотворений, именно лично я не сочинял. Пока. Ты вот сказал ключевое слово, пока, вот, опять же. Так, ну, я знаю, что сегодня для нас ты подготовил несколько произведений, прочитай для наших зрителей и для нас. Наверное, мы больше эфирного времени оставим как раз на вот эту рубрику. Спасибо за то, что ты пришел к нам. Я тебе желаю действительно огромного, светлого, многогранного будущего, чтобы все твои цели, все твои мечты непременно осуществились. И спасибо действительно твоей замечательной маме, твоим замечательным преподавателям, которые направили тебя на этот путь. Ну, успехов, удачи. Спасибо. Ну, в рамках следующей рубрики мы бы попросили тебя прочитать несколько произведений для нас и для наших зрителей. Хорошо. Спасибо. Продолжение следует... Печальное тайное объяснение Какое горькое презрение Ваш гордый взгляд изобразит Чего хочу С какой целью открою душу вам свою Какому злобному веселью Быть может повод подаю Случайно вас когда-то встретя Вас искру нежности заметя Я ей поверить не посмел Привычки милой не дал ходу Свою постылую свободу Я потерять не захотел Еще одно нас разлучило Несчастная жертва Еленский пал Ото всего Что сердцу мило Тогда я сердце оторвал Чужой для всех Ничем не связан Я думал вольность и покой Замена счастью Боже мой Как я ошибся Как наказан Нет Поминутно видеть вас Повсюду следовать за вами Улыбку с движения глаз Ловить влюбленными глазами Внимать вам долго Понимать душой Все ваше совершенство Пред вами в муках замирать Плетнеть и гаснуть Вот блаженство Но я Лишен того Для вас Тащусь повсюду на удачу Недурок день Недурок час А я В напрасной скуке Трачу судьбой Отсчитанные дни И так уж тягосны они Я знаю Век уж мой Измерен Но что продлилась жизнь моя Я утром должен быть уверен Что с вами днем Увижусь я Ну а пока Притворным хладом Вооружать и речь И взор Вести спокойный разговор Смотреть на вас Веселым взглядом Но так и быть Я сам себе Противиться не в силах Боли Все Решено Я в вашей воле И предаюсь Моей судьбе Здесь Как будто бы Замерло время В пыльном зеркале Угут отражения Деревянным часам Уже в бремя Отмерять Безучастно мгновенье Волглым духом Пропитаны стены Стекла солнцу не рады Как прежде Половиться Страдает рефремом Паутина лишилась Надежды За окном Безымянная речка Вдаль петлица Пылится дорога Провалились ступени Крылечка Тверю шершатся Челюсть порога Но Не грустья мне День этот Полнить Воскреснет В рядовом Интеграле Сонный лет Светозарностью Молнии День на родине В старом квартале Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...